Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале, и в сегодняшнем видео мы с вами находимся в мире победивших блесток, такого сумасшедшего блеска и даже предновогоднего настроения. Если вы давно смотрите мой канал, то вы поняли, почему блестки, блеск, сияние это что-то новенькое. И сегодня, в сегодняшнем видео, я, во-первых, нахожусь просто в прекрасном настроении, потому что мы с вами будем рассматривать мои корейские приобретения. Я недавно была в Корее и посвятила там некоторое время косметическому шоппингу, ну как же без этого? И привезла просто кучу косметики, реально кучу косметики, которые я сегодня буду вам показывать. Это будет не вся косметика, которую я купила, но, наверное, больше ее часть, за исключением той косметики, которая будет в некоторых тематических видео, которые, надеюсь, тоже вам понравятся. И у нас будет очень-очень много всего блестящего, у нас будет так много разных красивых помад, много красивых теней и, конечно, немножко ухода. Так что давайте скорее начинать. Ну и начнем мы с вами с создания подходящего настроения. Это всегда очень важно. Первое, что мы сделаем, это надушимся, как ни странно. Подождите, подождите минуточку. Ох, как хорошо! И вам немножко, и сюда немножко, и туда немножко, и сюда тоже. Это просто потрясающий мист для тела, который я купила в магазине Etude House. Я вообще там конкретно так отоварилась в этом магазине, потому что он один из моих... Попала в рот! Он один из моих самых любимых из корейской косметики. И это боди-мист, которые у них продаются разные в магазине. Это самый яркий, самый такой звенящий, самый приятный аромат грейпфрута, который я когда-либо вообще ощущала. Он называется Sparkling Citrus. То есть, это такой сияющий цитрус, и это, знаете, такой грейпфрут, который просто сошел с ума. Решил стать звездой и улетел куда-то на небеса, и оттуда вот таким вот образом сияет на нас. Такой прям, знаете, насыщенный-насыщенный, просто потрясающий. Давайте начнем мы, наверное, с декоративной косметики. И я думаю, что мы не будем очень активно останавливаться на каждом средстве, потому что... Потому что их просто очень много. Итак, первое, что я хочу вам показать, это то, что пользуется просто огромной популярностью сейчас в Корее. И, в принципе, во всем мире эта марка очень популярна. Это марка, которая называется Dr. Jart Plus. Я вам про нее рассказывала. Вообще, в Корее эта марка не супердорогая. То есть, она такая, ну, знаете, как... Ну, не сказать, что бюджетная, но она масс-маркет. То есть, это вроде L'Oreal по цене. И вот этот консилер, он очень-очень популярен в Корее. Его везде постоянно раскупают. Его довольно сложно найти. И это суперплотный консилер. Я вообще ни разу, наверное, не видела более плотного средства именно консилера. Он немножко такой желтоватый даже для меня. Хотя у меня желтый по тону кожи. Но он перекрывает вообще просто все. Вот просто все. Хотя, знаете, по текстуре он немножечко такой, как замазка. То есть, с ним нужно быть осторожным. А издалека смотрится хорошо. А вблизи надо прям так хорошенько растушевать, чтобы смотрелось не странно. Дальше мы переходим к вопросу блесток. И хочу вам показать вот такую вот штучку от марки Peripera. Это тоже одна из моих любимых марок. И сейчас она у меня вот здесь вот во внешних уголках, во внутренних уголках глаз. И немного на губах. По сути, что это такое? Это вроде Diamond Crusher от Lime Crime. То есть, это вот такая вот некая консистенция, которая представляет собой кучу-кучу разноцветных блесток, перемешанных с какой-то жидкостью. И в результате, когда вы наносите, у вас получается вот такой вот классный доохромный блеск. И потом вот эта вот вся вещь у вас застывает и уже становится очень-очень стойкой. Ну, вообще, на самом деле, это просто безумно похоже на Diamond Crusher. Причем оттенок прям вот как будто один в один с одним из тех, которые даже есть у меня в коллекции. Дальше хочу вам показать палетки теней, потому что, наверное, палетки теней это одно из самых интересных вообще приобретений. Ну, лично для меня. Первая палетка называется Star Luster. И это палетка от компании Holika Holika. У них была просто огромная рекламная компания в Сеуле. И ее звездой была Nancy из группы Momoland. Это такая супер известная группа в Корее сейчас. И эта коллекция, она посвящена ночному небу. Причем по ее оформлению мне казалось, что эта коллекция вообще новогодняя. Но на самом деле нет. Она вышла еще в августе. И там вот такие вот потрясающие цвета в этой палетке. То есть, они, знаете, они все имеют названия, связанные с чем-то ночным. Это, например, Ночная звезда, Вечернее небо. Кстати, тут и Солнечные тоже есть названия в одном из рядов. То есть, я поняла смысл. Вот только сейчас, когда внимательно присмотрелась, вот этот ряд посвящен какому-то дневному времени. Вот это, это вечер. И вот это, это уже ночное небо. А эти тени сейчас у меня на глазах. Вот так они выглядят. И вы знаете, это, наверное, первый раз, когда корейские тени вот лично для меня оказались просто супер пигментированными. Я вам рассказывала про такое свойство корейских теней, что они, как правило, не любят вот, чтобы прям какой-то яркий был очень цвет. И любят такие полутона какие-то. То есть, такие тени, которые нужно наслаивать в несколько слоев, чтобы получить вот реально такой хороший прям яркий цвет. А вот здесь с первого буквально мазка кисти у вас получается плотненько и достаточно ярко. Но самое главное, что я хочу сказать по поводу этих теней, что это какое-то очень большое просто эстетическое удовольствие ими пользоваться. Потому что они так хорошо растушевываются. И когда вы их наносите, вы видите вот этот красивый оттенок. Вы их тушуете. Они вот, знаете, так у вас просто летают по коже туда-сюда, туда-сюда. И я сегодня буквально, наверное, минут 25 провела за тем, что просто красила глаза. И это не потому, что у меня не получалось. А потому что я сидела, и мне прям было приятно вот это вот все делать. Потом я уже себя остановила, говорю, ну хватит уже, ну как бы реально, сколько можно их красить. Очень красивая палетка, прям очень-очень мне нравится. Кстати, в этой коллекции вышли еще однушки теней. И я купила одну, потому что, ну, просто хотела попробовать, как это выглядит. Это вот такой вот прям яркий-яркий шиммер. Причем, что интересно, вот в этой палетке, которую я только что вам показывала, шиммер не такой уж и яркий. То есть там реально вот эти вот блестки яркие, но как бы сам оттенок, он приглушенный. Сам пигмент в этом цвете. А вот здесь они прям, знаете, такие, ух, такие прям блестяшки-блескучки. Очень красивые тени. И здесь это тоже дуахром, он отсвечивает то каким-то розоватым, то таким немножко зеленоватым оттенком. Еще одна палетка, которой я коснусь немножко, так знаете, вкратце, потому что я хочу сделать с ней тематический макияж. Это палетка от Etude House из линейки Play Colorize. Про эту линейку я вам много раз рассказывала. У меня есть другие палетки из этой линейки. Плюс, если вы смотрели мои видео про iHerb, есть такой корейский бренд, китайский бренд Nova, который многим кажется корейским. Но на самом деле он китайский. Он просто обожает делать такие, знаете, аналоги этих палеток. Я не могу сказать, что это подделки, потому что они не берут название этих палеток, но они делают что-то очень-очень похожее и очень классно, кстати, у них получается. Это палетка, которая посвящена кофе. И здесь вот такие вот разные кофейные оттенки. Хотела бы сделать для вас отдельный ролик с вот этой палеткой и с некоторыми другими средствами из сегодняшних покупок. Еще от Etude House у меня появилось вот такое вот колесико. Оно так и называется. Это Contour Wheel. То есть здесь три оттенка для контурирования. Какая-то у меня проблема вообще с открытием всех упаковок, потому что они все новые и их сложно открывать. Ну и в общем три оттенка для контурирования, для скульптурирования лица. Я просто смешиваю вот эти два и мне очень нравится результат. Такое прям, ну просто мягкое средство, очень приятное, которое легко растушевывается. Следующее это вот такая вот палеточка, маленькая-маленькая малышка с хайлайтером и румянами. Это тоже Etude House, но честно говоря, мне она не очень понравилась, потому что на мой взгляд она немного, знаете, такая суховатая. То есть это супер такой незаметный хайлайтер. Румяна более пагментированная, но вот когда вы их наносите на лицо, кажется прям, что ну вот как-то сухенько так, как-то вот не идет что-то. Но тем не менее, хочу еще дальше ее использовать, чтобы уже понять, может быть как бы в другом в чем-то дело. Может это не средство такое, а просто кожа сейчас пересохшая. И давайте, раз уж мы заговорили про пересохшую кожу, расскажу вам такое вкрапление уходовой косметики. По поводу уходовой косметики в Корее я поняла, что такое сухая кожа, потому что с 1 ноября у них начинается отопительный сезон. И во многих зданиях, во всех кафе включают кондиционеры на режим именно обогревателя. Причем я так понимаю, что в Корее принято обогревать очень-очень сильно, топить прям. И у них, по крайней мере в нашем, например, отеле было объявление, что стандартная температура это 25 градусов. И когда вы заходите в любое помещение, в какое-то кафе, там в отель, в магазин, вы чувствуете, что просто какая-то нереальная духота. Вот реально очень-очень жарко. Потом вы выходите на улицу, и там холод, и вообще и холодный ветер, и все плохо. В результате ваша кожа просто постоянно в каком-то диком стрессе, постоянно пересохшая. В общем-то, понятно теперь мне стало, почему в корейской косметике, ну то есть это еще, еще больше мне дало понимание, почему они такое большое внимание уделяют именно увлажнению кожи. Из уходовой косметики первое, это вот такая вот пенка для очищения кожи. Вот эту линейку я вообще давно на всяких сайтах рассматриваю, которые продают корейскую косметику, но как-то вот у меня не доходили руки. В этот раз решила все-таки попробовать, и взяла с такой самой безобидной, это пенку для умывания. Я не уверена, как это правильно читается, я думаю, что это читается что-нибудь вроде как Суджон. И это линейка, которая предназначена для чувствительной кожи, ну и вообще она такая очень базовая, очень мягкая. В ней почти нет никакого аромата, здесь нейтральный кислотно-щелочной баланс показатель. Ну и в общем она реально такая просто мягенькая, хорошо очищает кожу, но честно говоря я не в особом восторге. Я, кстати, думаю заказать еще другие средства из этой линейки, чтобы попробовать все в комплексе. Может быть меня это как-то больше впечатлит. Следующая это вот такая вот эссенция из моей самой-самой любимой линейки по уходу за кожей. За кожей это Moistful Collagen от Etude House. Это эссенция, которая дополняет весь вот этот уход, то есть она еще к тому же дополнительно увлажняет кожу. Я много раз вам рассказывала про вот эту линейку, что я постоянно ей пользуюсь. Сейчас у меня есть увлажняющий крем, у меня есть тонер, которым я пользуюсь каждый день и я ее просто очень-очень люблю. Но с другой стороны вы знаете, все-таки она не самая такая осенне-зимняя. На осенне-зимний уход неплохо бы иметь еще какие-то такие более питательные средства. Следующие два средства это так называемый свинюшки нос, про который наверное многие знают, потому что это тоже Etude House. Это одна из их самых популярных линейк по уходу за лицом. Это линейка, средства из которой у меня были очень-очень давно, еще по-моему 4 года назад я их покупала, когда первый раз была в Сеуле. И у них эта линейка, она просто какая-то огромная. И все это предназначено для того, чтобы очистить поры от разных сальных пробок, от угрей, от вот этих черных точек. В общем, чтобы свинюшки нос стал носиком намного более симпатичным. Хотя мне кажется, что у свинок, у свиней носы довольно симпатичные. Их пятачки. Что за ерунда вообще? Что это за бред такой? Итак, продолжаем про пятачки. И здесь два средства. Я на самом деле их взяла просто как бы на пробу, опять же, чтобы вспомнить, как это было. И, во-первых, здесь у нас вот такой стартер, который немножко распаривает лицо. И, во-вторых, это сахарный скраб для носа, для кожи, который представляет собой просто обыкновенный сахарный скраб. Такой мягенький. Но, в принципе, про такие скрабы я вам много раз рассказывала. Есть просто замечательный скраб, который можно заказать с iHerb, который практически точно такой же. Про эти средства, к сожалению, не могу сказать ничего такого сильно положительного. Потому что, на мой взгляд, они весьма проходные. Следующая. Это знаменитая линейка от Etude House, которая называется Soda. И это очиститель макияжа. То есть, по сути, это какое-то вообще странное средство, которое представляет собой что-то вроде сорбета для снятия водостойкого макияжа. Но, на самом деле, не совсем. Внутри этой банки какая-то вообще странная текстура. Это похоже на соду, разведенную, не знаю, с каким-то гелем. Вы наносите это вот все на лицо, когда оно у вас сухое, когда у вас на лице макияж. Все вот это вот распределяете по сухому лицу. И потом, как с обычным гидрофильным маслом или сорбетом для умывания, смываете. Смысл вообще в этой линейке в том, что якобы сода проникает в поры и отлично убирает оттуда не только остатки там BB крема, макияжа, но также и всякие, ну, лишние, лишние вещи на вашем лице. На деле, этот очиститель, он хорошо смывает реально там макияж лица, но, к сожалению, очень плохо справляется с макияжем, например, глаз с водостойкой тушью или с какой-то яркой матовой помадой. Ну, такое как бы средство. С одной стороны, да, можно, конечно, смывать отдельно глаза, губы и отдельное лицо, но, на мой взгляд, это немножко как-то, знаете, слишком много возни. Намного легче купить просто гидрофильное масло, которым вы можете смыть все сразу. Дальше у нас два средства для проблемной кожи, конкретно для борьбы со всякими прыщиками и воспалениями. Здесь у нас вот такой жидкий патч и вот такая вот розовая непонятная баночка. Что в ней находится? Вот здесь в ней находится вода, а вот здесь это что-то вроде глины. Я так понимаю, что составляющие здесь примерно те и есть, то есть вот это салициловая кислота, такой раствор, плюс масло чайного дерева, плюс вот это какая-то именно розовая глина. И предназначено это для того, чтобы наносить на такие вот прям конкретные воспаления, на прыщики. Эта вещь их обеззараживает, плюс она их подсушивает и подлечивает. Я ее наношу вечером, потому что у меня после перелетов какой-то просто коллапс случился на лице. У меня давненько такого не было. И она очень хорошо помогает. То есть реально на всякие воспаления она действует отлично, просто отлично. Реально подсушивает и минимизирует. И также у меня есть еще вот такая штучка, это жидкий патч. Я вам когда-то рассказывала, мы с вами обсуждали вот эти вот жидкие патчи корейские. И что это такое? Это тоже салициловая кислота, плюс масло чайного дерева. И они находятся как бы в такой текстуре, немножко гелевой, которая застывает у вас на лице. То есть вы наносите вот это вот средство на очищенную кожу, конкретно на какое-то воспаление. Одновременно у вас первое, это действует именно как смесь салициловой кислоты и чайного дерева. То есть обеззараживает и подсушивает. И плюс создает защитную пленку, которая защищает вот этот вот прыщик или какое-то воспаление от всякой грязи, от макияжа. И плюс макияж поверх вот этой вот штуки, он ложится как поверх праймера. То есть вот во всех смыслах хорошая вещь. Ну а мы с вами возвращаемся к декоративной косметике и хочу вам показать два средства от бренда Миша. Тоже люблю очень сильно этот бренд, часто им пользуюсь. И я в инстаграме еще перед поездкой в Корею видела промо-фото вот этой вот линейки Glow. Они меня очень сильно заинтересовали. Я вот прям цель себе поставила, что да, в Сеуле я обязательно что-нибудь куплю из этой коллекции. Вы знаете, ее так активно раскупали, что купила я в результате всего два средства. Во-первых, это кушон, как можно понять. И во-вторых, это вот такая вот интересная вещь, которая представляет собой одновременно как бы и блеск для губ и матовую помаду, в которой он потом засыхает. Но она такая не совсем матовая, все-таки с сатиновым отблеском. Она сейчас у меня на губах и поверх нее еще немножко вот этого вот средства, которое похоже на Diamond Crusher. И к тому же это еще и румяна, который вы можете растушевывать по лицу. Вот это вот просто отличная вещь. Она очень приятно ощущается на губах и реально вы ее когда наносите, вам кажется, что это что-то вроде блеска для губ, потом это превращается в помаду. И плюс к тому она еще вообще невесомая, очень комфортная. Но вот этот кушон, на который я так сильно надеялась, он меня, к сожалению, разочаровал. Причем я давненько уже пользуюсь разными кушонами от Миши. Мне они очень обычно нравятся, а здесь вот прямо полное разочарование. Посмотрите, какая интересная здесь подушечка. Она прям такая жесткая-жесткая, то есть на нее надо активно нажимать, чтобы получить вот это средство. Но по действию он, во-первых, очень-очень сушащий. То есть он просто безумно сушит кожу. И это очень странно, потому что, по идее, эта вся линейка, она сияющая. И у него сияющий финиш. Но когда вы наносите его на лицо, то у вас стягивает просто все. И нос, и лоб, и подбородок, те места, которые обычно более жирные, и щеки. И вы видите буквально каждое шелушение на своем лице. По крайней мере, у меня он так сработал. На мне это супер странно, потому что обычно кушонные от Миши, они более увлажняющие. Они наоборот, некоторые из них, знаете, такие немножко как бы сальненький эффект дают. А вот этот, он какой-то просто безумно сушащий. Вот, к сожалению, пока что это большое разочарование. Но мне дали несколько пробников крема из этой же линейки, которую я не смогла купить, потому что его уже не было в магазинах. И я хочу попробовать их в дуэте. Может быть, как бы это решит проблему. Хотя это было бы странно, что как бы для пользования кушоном вам еще нужно дополнительно сначала использовать какой-то крем особенный. Дальше хочу вам показать две базы под макияж. Во-первых, это вот такая вот база от марки Перипера. Она в персиковом варианте. Их всего, по-моему, три варианта. Молочный, какой-то голубой, наверное, мятный и вот такой вот персиковый. Это база под макияж, которая одновременно как бы имеет эффект CC-крема. То есть она выравнивает общий тон кожи и к тому же еще кожу подсвечивает. Как и многие корейские базы под макияж, здесь есть защита от солнца. Показатель SPF 30. Ой, господи, уже некуда просто мазать эту вещь. И она по цвету такая вот розовенькая, персиковая. И когда вы ее распределяете, она просто придает лицу очень красивое сияние. Ну и опять же, такой легкий персиковый оттенок. На нее просто идеально ложится тональный крем. Кроме, к сожалению, кушона от Миши, который на нее ложится не очень хорошо. И она просто так вот освежает лицо. Это здорово, когда особенно вы используете какие-то, может быть, матовые тональные средства, потому что она дает вот это внутреннее сияние. Еще одна база, это моя любимая база Face Blur. Причем это вариант, который вышел, по-моему, этой весной. И он имеет другой оттенок. То есть, если обычная вот такая база, она розовая, эта база, она имеет фиолетовый оттенок. Такой, ну, как бы тоже он розовый, но больше в сторону фиолетового. И она просто идеально подсвечивает лицо. Просто такая красота получается. Здесь уже показатель защиты SPF 50. Ну, вот здесь, конечно, не видно, но когда вы ее наносите на лицо, и потом сверху наносите какое-то тональное средство, получается просто супер красивый эффект. Кроме того, она увлажняет, она рассеивает свет. То есть, у вас лицо кажется более здоровым, без каких-то недостатков на коже. И мне просто всегда делают комплименты и в видео, и в реальной жизни, когда я ее использую. Ну, то есть, первую и как бы вторая, она в принципе точно такая же, просто немножко имеет другой оттенок. Отличная вещь, кстати, такое можно заказать с сайта iHerb. Что у нас дальше еще? Я купила вот такую вот тушь для ресницы от марки Kiss Me. Это уже не корейская косметика, это японская косметика, которая довольно популярна во всей Азии. В принципе, я вам уже показывала туши от этой компании. Это туши, которые супер популярны, реально супер популярны в азиатских странах, потому что первое, они недорогие. Второе, они японские, а во многих азиатских странах, ну, в принципе, и в других странах тоже считается, что если японская, то значит очень качественная. А в-третьих, они водостойкие, и они, как правило, имеют очень хороший эффект, если у вас ресницы, например, жесткие и прямые, потому что они здорово подвивают, они идеально разделяют. Плюс еще в этой туши есть синтетические волокна, которые делают ресницы более длинными. Честно говоря, она не сравнится с моей любимой тушью от Catrice, но она все равно очень и очень хороша. Вот сейчас она у меня на глазах, и, кстати, вот у этих вот тушей от Kiss Me, у них просто какая-то нереальная, огромная линейка разных вариантов. Если вы будете в какой-то азиатской стране, и зайдете в косметический магазин, вы, скорее всего, их там найдете. Они реально почти все классные и очень недорогие. Дальше хочу вам показать вот такую тональную основу, тоже от Peripera, и она меня очень сильно удивила, потому что эта тональная основа просто нереально классная и суперстойкая. Она имеет матовый финиш, но немножко с таким блеском, сатиновым именно, и она потрясающе держится на коже. Я когда ее покупала, она была такая недорогая, я ее вообще, по-моему, даже на распродаже на какую-то купила. Я ничего особенного не ожидала, мне, честно говоря, даже больше футляр ее понравился, и то, что это Peripera. И она настолько легкая, она настолько красивая, она так хорошо распределяется по лицу. Вот это тот тип тональной основы, который мне очень нравится, потому что, знаете, она вот такая вот, как бы никто по вам не скажет, что у вас на лице тональный крем, но все решат, что вы просто очень хорошо выглядите. Еще хочу вам показать, та-та-та-та, это четыре помады из линейки от Etude House, которая называется Шикарный лак для губ, причем тут две помады матовых и две помады, это блески для губ. Их рекламировали девчонки из группы Red Velvet, и, в принципе, они являются лицом сейчас Etude House, и вот как бы этот запуск они очень активно продвигали. У них даже был клип, который в Корее стал вирусным, такая реклама вот этих вот помад и блесков для губ. Я вам их хочу показать в другом ролике, где мы будем делать тематический макияж, но кратко скажу, что это просто шикарные матовые помады, просто вообще обалденные, а вот это просто шикарные сияющие помады, которые тоже просто потрясающие по качеству, и выглядят они прекрасно, и наносятся прекрасно, и все в них замечательно. И заканчиваем мы еще с некоторыми помадами. Я еще купила себе два тинта для губ от Peripera. Вообще, Peripera это, конечно, марка, которая, ну, наверное, прежде всего известна своими тинтами для губ. Я так понимаю, что это под бренд, бренда Clio, который очень популярен и известен в Корее, и, в принципе, во всем мире, и у них огромное количество разных оттенков, разных вот этих вот тинтов, самых разнообразных текстурах. И один из тинтов, это тинт Gelato, который представляет собой, ну, что-то вроде как раз такого мороженого густого, который очень хорошо наносится, и он, знаете, имеет такой финиш, он не матовый, но как бы и не сильно сияющий. Очень приятный. Вообще, все вот эти тинты от Peripera, они очень стойкие, очень приятные на губах. Следующий тинт, который называется Sugar Glow, это уже очень сияющий тинт, и, опять же, кстати, обувы вы можете использовать как на щеках, так и на губах. Они имеют приятнейший просто аромат, и очень долго держатся. И самые последние два тинта, это вот такие вот тинты от Миши, которые мне, конечно же, понравились больше всего своими упаковками. Я их тоже еще присмотрела в Инстаграме у них раньше, и они похожи на кристаллы. Кстати, вы заметили, что сейчас очень многие сходят с ума по кристаллам, сейчас какая-то вообще мода пошла на вот эти вот все красивые камешки, но прежде всего, конечно, те люди, которые любят вообще всякие эзотерические вещи, но, в принципе, мне нравится просто вот как это выглядит. Мне кажется, это очень удачная упаковка. И в этой линейке есть три вида тинтов. Есть на масляной основе, есть также вариант, господи, где он водянистый гель, то есть такая вот гелевая текстура, и есть еще, по-моему, матовый. Вот матовый я решила не покупать, потому что, ну, в принципе, матовых помад, кто не видел, всем это уже хорошо известно, а вот на масляной основе и водянистый мне очень понравился вот этот вот, это на масляной основе, он реально так ощущается, вот знаете, как такое маслице, которое вы распределяете по губам, а тот, который на гелевый, ну, в принципе, тоже понятно, это вот такой тинт, как водичка, который тоже легко наносится, но немножко так больше расплывается, когда вы им краситесь, и оба, опять же, очень стойкие, прям такие сильно-сильно яркие, и очень хорошо держатся, хорошо, невесомо ощущаются на губах. Вот, это была корейская косметика, я прям, знаете, даже, ух, даже рада, что я вам все это показала, потому что это был такой огромный объем средств, и в следующих роликах я вам покажу кое-что из этого поподробнее, а кое-что, что я приберегла и не показывала сегодня, покажу вам в первый раз, и надеюсь, что вас это заинтересует, потому что там реально, там реально очень много суперинтересных вещей. Спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео, я вам желаю сегодня просто супер блестящего настроения, видите, у меня сегодня все супер, все вот прям такое сияющее и радостное, в общем, чтобы у вас было отличное настроение, полное блеска, сияние, радости, и сегодняшний ваш день был крайне-крайне удачным. Спасибо вам, и до встречи в следующих моих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok